В условиях самоизоляции праздник проходит в непривычном формате. За короткие сроки были придуманы новые акции. Бессмертный полк отменить невозможно. Портреты героев сегодня появились в окнах потомков победителей и на телеэкранах. А в 19 часов прошла минута молчания памяти павших в борьбе против фашизма. Мы вместе вспомнили героев, отдавших жизни за нашу победу. И все же День Победы – это радость со слезами на глазах. Всеобщее народное ликование было и в 1945-м, и в первые послевоенные годы, когда боль от потерь была еще свежа. Поэтому в этот праздник мы всегда поем песни Победы. Это то, что нас объединяет, несмотря ни на что. Задал победный тон акции «Поем двором» в Сергеево-Пасадском городском округе депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. В день 75-летия Победы нас всех объединили песни военных лет. Они звучали 9 мая весь день. Утром агитбригады учреждений культуры вместе с главой округа Михаилом Токаревым, сотрудниками администрации, депутатами окружного совета поздравили ветеранов, исполняя День Победы, Катюшу, или темную ночь под их окнами. С экранов телевизора в днем тоже пели песни. В эфире тонуса шел телемарафон «Направление Победа». За нами правда и стихия, и с нами Бог. Победы наши нам боги, героев чтим мы и паны, и враг полет. И залп идут, и тут они заголосили, Девчоночки запричитали вслазь. Как будто бы все бабья боль России В девчонках этих вдруг отозвалась. Она санитарка, а он минометчик, И что им грядущий день напророчит, Пока час затишье, бояться не надо, Совсем далеко, далеко Кананада. Был один пулеметчик толковый, Познакомьтесь с Максимом Маир, А другой пулемет был станковый, По прозванию тоже Максим. А в вечном огне виден вспыхнувший танк, Горящие русские хады, Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, Горящий сердце солдата. Песни военных лет звучали в это время много раз. Так пусть меня боится лютый враг, А сердце ладанеку храню. До Бога я еще не сделал шаг, Но если надо, я шагну. Для вас пели и наши ведущие Оксана Надежда и Владимир Новоселов. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. И значит нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Свою авторскую песню спел и директор фирмы «Тонус», Председатель собрания почетных граждан Сергеево-Пасадского района Сергей Боков. Мы, кто не боится с ветром, Спорите мы, Кто рядом в радости и в горе. Мы, кто знает цену дружбы, чести и любви. Спасибо, что были с нами, дорогие земляки. С праздником! Ура! 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 После минуты молчания в 19 часов 5 минут на бульваре Кузнецова играл муниципальный оркестр. Песни военных лет исполняли солисты Дворца культуры имени Гагарина, которым подпевали из всех окон, из балконов, жители окрестных домов. Песня «Тонус» Песня «Тонус» Пели «День Победы» и Катюшу, и в других уголках округа. Песня лилась со всех концов. Голоса перекликались и сливались в одну песню «Победы». Дружную, звонкую, объединяющую нас. Спели на своем балконе и сотрудники телекомпании «Тонус». Просветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. От Москвы до Бреста нет такой листа, Где бы ни скитались мы были. Средний блокноток, а то и с пулеметом, Сквозь огонь и стужу мы прошли. Выгнем за победу, за свою рассветку, А не доживем утром. Акция «Поем двором» имела такую компанию, успех в нашей стране, что уже понятно. Это начало новой традиции, которую мы обязательно продолжим в последующие годы. Какие испытания не выпали бы на нашу долю, нашу победу у нас никому не отнять. Татьяна Сташенко, Сергей Власов, Михаил Богоровский, Алексей Петров, Владимир Жданки, Наталья Зайцева. День города. Дорогие наши телезрители и подписчики! 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Мы запускаем уникальный в своем роде телемарафон «Направление победы». В эфире телеканала «Тонус» на официальном сайте и в социальных сетях наши корреспонденты и жители будут рассказывать, как Сергеево-Посадский городской округ движется в направлении победы. Несмотря на сложившуюся ситуацию с вирусной атакой, мы должны быть едины и не поддаваться разобщению. Мы вспоминаем истории о подвигах наших предков в Великую Отечественную войну. Читаем стихи, поем песни, смотрим и обсуждаем фильмы. А наши журналисты будут рассказывать вам об этом. Ведь, как и прежде, в наших фильмах вы играете главную роль. Уверен, что многие захотят принять участие в нашем проекте «Направление победы». И помните, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами.